Российские дилеры начали предлагать новое поколение С-класса. Цены были объявлены ещё прошлой весной, в апреле, но живые машины прибыли только сейчас. Причём, как не трудно догадаться, с подросшими ценниками. Напомним, что свежему Мерседесу С-класса отрядили платформу и дизайн флагманского С-класса. Разумеется, с некоторыми упрощениями. У младшей модели нет шестицилиндровых моторов и выдвижных ручек, но есть полноуправляемое шасси и матричные фары. Фотографии салона вообще оставляют ощущение дежавю. Ведь цифровая панель приборов и монументальный тачскрин медиасистемы сначала появились на С-ке, а теперь перешли С-классу. Добротное наследство, не правда ли? За которое придётся изрядно доплатить. Если за прежнюю С-шку просили около 3 миллионов рублей, то за новую почти на 700 тысяч больше. Притом базовой машине полагается скромный полуторалитровый мотор. А с полным приводом и 200-сильным движком седан вообще стоит сильно больше 4 миллионов. Ещё повысить стоимость может спортпакет AMG Line, в который входит заниженная подвеска, особый внешний стайлинг и другие псевдоспортивные опции. Правда, немцы не стали мелочиться, так что базовая версия включает комбинированную обивку сидений, светодиодные фары, виртуальные приборы, большой экран медиасистемы, двухзонный климат-контроль и прочие плюшки вроде автоматического парковщика. Приятным бонусом идёт разве что чисто немецкая сборка. Младшее семейство решено оставить без российской прописки. Но стоит ли всё это таких денег? Решать покупателю, ведь Audi A4, Volvo S60 и BMW 3-й серии обойдутся намного дешевле. Кстати, по цене С-класса можно взять электрический мини. Батарейную трёхдверку хотят продавать за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Но с важной оговоркой. Если российские власти всё-таки повысят ввозные пошлины и сборы, то стартовая цена окажется ещё выше. За эту сумму фанатам зелёного образа жизни предложат трёхдверный кузов, передний привод и электрический мотор отдачей около 200 сил. Небольшой батарейки должно хватать на две сотни километров. В список базового оснащения входит адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, продвинутая медиасистема плюс беспроводная зарядка для смартфонов. Для сравнения, злой и страшный мини, подготовленный самим ателье Джон Куперворкс, нынче стоит заметно дешевле своего электрородственника от 3 миллионов рублей. И найдутся ли желающие поставить экологию выше спорта? Редактор субтитров А.Семкин